Дорога, резко переходящая в обрыв. Несколько десятков метров вниз и река Аной. Казалось бы, привычный для этой местности участок, но дорога гравийная, близко к обрыву, а поток машин в туристической по сути местности огромный. На участке автодороги в Солонешинском районе произошел съезд трассы автобуса, в котором находилась спортивная команда из Барнаульской школы Олимпийского резерва. Один из очевидцев происшествия, девушка из Барнаула, уже рассказала местным СМИ, что водитель автобуса уклонялся от встречной машины, поэтому и сошел с трассы. Девушка описывает, что 60 метров по обрыву автобус скатывался, затем перевернулся. Люди из проезжающих авто оказывали помощь, связывали тросы, чтобы дети могли подняться на дорогу. К счастью, жертв нет, пострадавшие есть. Травма, полученные 4 ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травму получил водитель транспортного средства. Ехай и натягивай! Со слов очевидцев, у водителя переломы разбита голова. 52-летний мужчина госпитализирован в районную больницу. Производится запросы укрепевших следителей, проведен осмотр настоя происшествия, объясняется также все тонкости и нюансы произошедших событий. С обсуждения этого инцидента Виктор Томенко начал сегодня заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, по итогам первого квартала 2022-го, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число погибших в ДТП выросло в полтора раза. По состоянию на 19 июля в результате аварии на территории края погибло 130 человек, шестеро из них – дети. Губернатор призвал ответственных мобилизовать силы, чтобы исправить ситуацию на дорогах.